Инновационные эсминцы класса Замвулт ВМС США Эсминец этого класса представляет собой класс из трех эсминцев с управляемыми ракетами ВМС США, спроектированных как многоцелевые корабли-невидимки с противодействием на наземную атаку. Он был разработан с основной ролью морской артиллерийской поддержки и второстепенными ролями надводной войны и противовоздушной обороны. Дизайн класса возник из программы эсминца наземного нападения D-21 и предназначался для выполнения роли линкоров в выполнении мандата Конгресса на огневую поддержку с моря. Эсминец такого класса спроектирован на базе двух усовершенствованных артиллерийских систем «Экс», башни с магазинами на 920 патронов и уникальные боеприпасы «Лрлэп». Закупка «Лрлэп» была отменена, что сделало орудия непригодными для использования, поэтому ВМФ переназначил корабли для ведения боевых действий на поверхности. Начиная с 2023 года, ВМФ снимет с кораблей артиллерийскую систему «Акс» и заменит их гиперзвуковыми ракетами. Эти корабли классифицируются как эсминцы, но они намного крупнее любых других действующих эсминцев или крейсеров ВМС США. Отличительный внешний вид судов является результатом требований к конструкции, предусматривающих малую радиолокационную эффективную поверхность. Класс «Замвулт» имеет форму корпуса, пронизывающую волны, борта которой наклонены внутрь над ватерлинией. Что значительно снижает радиолокационную эффективную поверхность за счет возврата гораздо меньшего количества энергии, чем обычная форма корпуса с раструбом. Внешний вид сравнивают с историческим судном USS Monota и его знаменитым антагонистом Ваджиния. Класс имеет интегрированную систему электродвижения, которая может передавать электроэнергию от своих турбогенераторов к электродвигателям или оружию. Инфраструктуру Total Ship Computing Environment Infrastructure, автоматизированные системы пожаротушения и автоматизированные трубопроводы. Разрыв изоляции. Класс разработан, чтобы потребовать меньшего количества экипажа и быть менее дорогим в эксплуатации, чем сопоставимые военные корабли. Головной корабль назван «Замвулт» в честь адмирала Элма Зумвальта и имеет бортовой номер DG-1000. Первоначально планировалось построить 32 корабля с расходами на исследования и разработки в размере 9,6 миллиарда долларов. Поскольку затраты превзошли оценки, количество было уменьшено до трех эсминцев. В июле 2008 года ВМС обратились к Конгрессу с просьбой прекратить закупку кораблей «Замвалтс» и вернуться к строительству большего количества эсминцев класса «Орлейкберг». Это окончательное сокращение закупок привело к резкому увеличению затрат на единицу продукции, что в конечном итоге привело к нарушению поправки на Анна Маккарди. В апреле 2016 года общая стоимость программы составила 22,5 миллиарда долларов. Майк Фрёденбург проанализировал программу для National Review после того, как корабль «Замвалт» сломался в Панамском канале в ноябре 2016 года. Он пришел к выводу, что проблемы с кораблем являются символом системы оборонных закупок, которая быстро теряет способность удовлетворять потребности нашей национальной безопасности. Фрёденбург подробно рассказал о проблемах, связанных со стремительно растущими затратами, отсутствием подотчетности, нереалистичными целями. Ошибочной концепцией операций, опасностями проектирования военного корабля на основе малозаметности и неудачей усовершенствованной артиллерийской системы. Он заключает, что «Замвалт – это настоящая катастрофа. Ясно, что он не годится в качестве передового военного корабля. С его орудиями – под вопросом его роль в качестве основного средства борьбы с подводными лодками. Его возможности противовоздушной защиты уступают возможностям нашей нынешней рабочей лошадки, эсминцам класса «Орлейк Бёрк», и его малозаметность далеко не так выгодна, как рекламируется. Был значительный скептицизм в отношении того, что класс «Замвалт» сможет преуспеть в этой роли. Таким образом, комитет обеспокоен тем, что военно-морской флот отказался от возможности огневой поддержки линкора на дальней дистанции. Дал мало поводов для оптимизма в отношении достижения ближайших целей развития и кажется нереалистичным в планировании поддержки экспедиционных боевых действий. Класс «Замвалт» был назначен для обеспечения надводной огневой поддержки с моря, НВС, с использованием «Экс» и дополнительной наземной атаки с использованием ракет «Тома Хок» из его пусковых установок «Пулс». В развернутом виде класс «Замвалт» не может обеспечить НВС, поскольку доступно только 90 боеприпасов, совместимых с «Экс». «Замвалт» был перепрофилирован в надводные ударные корабли и больше не предназначен для использования в качестве наземных эсминцев.